МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Умный кампус объединит в себе современные технологии и площадки для здорового отдыха Ульяновской области. Стартовала неделя национального проекта «Наука». Совместить русский и эрзианский языки в стихах могут только лучшие поэты. Именно они съехали со всего мира, чтобы искусством слова побороться за премию Николая Благова. И десантники на лыжах пройдут 2000 километров впереди 12 городов. В России стартовал комбинированный марш-бросок воздушно-десантных войск. Ну а вначале в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в школах Ульяновской области объявлен карантин. На вынужденный отдых ученики уйдут завтрашнего дня и по 10 февраля. Касается это и детских школ искусств. Сейчас порог заболеваемости в регионе превышен уже в полтора раза. Поэтому просил бы свои планы подкорректировать, потому что респондентные заболевания достаточно быстрыми темпами растут. Ну и у нас уже более 8 тысяч заболеваний. Кроме того, до 20 февраля в регионе прекращаются культурно-массовые мероприятия. Планируется, что такие меры помогут привести эпидемиологическую ситуацию в норму. И на фоне новостей о превышении эпид-порога по заболеваемости ОРВИ и распространении из Китая коронавируса в аптеках резко вырос спрос на медицинские маски. В социальных сетях жители региона публикуют чеки из районных аптек, где за три маски пришлось заплатить 80 рублей. В Ульяновских аптечных сетях подтверждают спрос на индивидуальные средства защиты вырос, но запас масок есть, добавляя, что цены остались на прежнем уровне. Во всех аптеках сети ОРВИ имеется достаточное количество средств индивидуальной защиты органов дыхания, то есть маски. Их неснижаемый запас создан и на аптечном складе. Прокуратура Засвияжского района защитила права несовершеннолетнего жителя Ульяновской области. За помощью к юристам в синих мундирах обратилась мама Никиты Карлова. И все после того, как областной Минздрав начал систематически задерживать выдачу инсулина. Кроме того, Никита болен бронхиальной астмой, и он нуждается в импортных лекарствах, но чиновники предложили закупить отечественные аналоги. В то же время прием заменителей, по словам Елены Карловой, на здоровье сказался негативно. Несмотря на это, в Минздраве был один довод. Нет средств для закупки. Вы не одни, детей много, и все получают российский, все молчат. Я говорю, я не могу получить российский, потому что у ребенка идут осложнения. Ребенок не может ни учиться, ни жить достойно. Я говорю, ну я родила его для того, чтобы он жил, не существовал, не выживал, а жил. В итоге мама Никита оказалась в безвыходной ситуации. Она часто занимала деньги, чтобы купить препараты для сына. За лекарствами Елена Карлова ездила в соседний регион. Приобрести их в Ульяновской области, по ее словам, было невозможно. После обращения в прокуратуру ситуация изменилась к лучшему. По результатам было выявлено бездействие органов власти, которому привело к нарушению прав инвалидов, нуждающихся в особой социальной категории по защите со стороны государства. В связи с этим прокуратура заседания в район вышла с иском. Иск удовлетворен в полном объеме. Суд обязал областной Минздрав обеспечить подростка жизненно важными лекарствами по назначению врача. Кроме того, Никиту Карлова в области обязаны снабдить бесплатными тест-полосками. В Ульяновске праздничные весело провели День соседа. Эта дата совпала со счастливым событием для дольщиков с Панорамной 5. Во время торжества им вручили заветные ключи от новых квартир. Теперь свои жилищные условия улучшат более 300 семей. Радость и волнение вместе с ними на праздники разделил наш спецкор Эдуард Истомин. На Панорамной 5 время петь и водить хороводы. Юную публику заводят исторические и сказочные персонажи. А в это время готовятся праздничные столы. Они ломятся от подарков, но внимание новоселов приковано к этому подносу с ключами. А вот и само вручение. Обладатель заветных ключей более 300 семей. В числе счастливчиков Ренат Шейхурисламов. В этом доме у него трешка распашонка. Отопление в квартире уже подключили. Есть также и свет с водой. На очереди ремонт в комнатах. Это уже как бы приятный хлопот. К этому мы долго готовились. Все, дизайн проекта все подготовлены. Время у нас предостаточно было. То есть сейчас осталось все только воплотить в жизнь. Сегодня к новоселу, пожалуй, в гости сам губернатор. Сергея Морозова приглянулась планировка квартиры. Полюбовался он и видом из окна. Отсюда полгорода как на ладони. Далее деловой разговор. В части первого этажа будет артисадик на 100 мест. И таким образом остыть артисадик здесь. И мы закрываем всю потребность. Значит, спортивный комплекс будет. Новый дом достроили с помощью Федерального фонда защиты прав дольщиков. Из него-то и выделили деньги на финальные работы. Было также и областное софинансирование. Смена стройподрядчика повлияла на ускорение работы. Многое, что пережили вместе с дольщиками. Много было проблем. Слава Богу, основная масса была решена. Этот дом на сегодняшний день сдан. Впрочем, работы на нем еще не завершились. Весной во дворе проведут благоустройство. Это озеленение придомовой территории, а еще установка малых архитектурных форм. А пока люди справляют новоселье. Когда есть ключи, стол накрыть не проблема. Эдуард Истомин, Сергей Свешников, Вест-Ульяновск. В областном центре может появиться умный кампус, который объединит площадки для пизпилотников, зарядные станции для электромобилей, а сама энергия будет возобновляемой. Такую идею озвучили в Техническом университете, где сегодня официально дан старт тематической недели национального проекта наука. Уже к 2024 году Россия должна войти в пятерку мировых держав, которые ведут важнейшие научно-технологические исследования. Такую задачу поставил президент Владимир Путин. Как указ главы государства будет выполнять Ульяновской области, с какой стороны мы увидим науку в эту семидневку, репортаж Эллы Шаховой. Ульяновский технический университет в рамках нацпроекта наука представил свой проект «Умный кампус» и экосистемы цифрового университета. По его задумке предполагается обустройство десяти зон, например, дронодром для беспилотников, ветросолнечная электростанция, полигон для электромобилей. Рядом места для занятий спортом и здорового образа жизни, а также зона благоустройства. Территориально она должна раскинуться от улицы Докучаева до берега Волги. Кажется, что-то можно разместить такое, которое бы привлекло население. А мы предполагаем, что там могут быть размещены скамейки, столбики, павильоны с айтишным оборудованием, которое позволяет, причем вандалоустойчивым решением, позволяет измерить давление, измерить пульс, измерить силу человека, провести экспресс-анализ содержания сахара в крови. Умный кампус охватит также улицы Розы-Люксембург и Любови Шевцовы. Освоение территории потребует 120-140 миллионов рублей. Еще одна программа в рамках нацпроекта «Наука», которая начнет действовать у нас в Ульяновской области с сентября этого года – IT-куб. Проект федеральный, шесть граней, шесть направлений. В них входит виртуальная реальность, система администрирования, кибербезопасность. Курс рассчитан на два года для ребят 12+. Особенностью этого проекта является то, что преподавателями всех направлений являются люди, работающие в этой индустрии, это практики. Это раз, во-вторых, партнерами образовательной программы являются ведущие международные компании. Это лаборатория Касперского, это Яндекс, это Майкрософт. Здесь же, в Техническом университете, состоялось аппаратное совещание, где дали старт тематической неделе нацпроекта «Наука». Она посвящена Дню российской науки, который празднуется 8 февраля. Из 3 по 9 на территории области пройдет 300 различных мероприятий. ВУЗГ – это и фестиваль науки в Педагогическом университете, это и онлайн-олимпиада по иностранным языкам в УЛГУ, это и выставка, и обсуждение, и мозговые штормы научных трудов в политехе для аспирантов и студентов. Это организация проведения встреч с лауреатами конкурсов молодых ученых, лучших студенческих работ в Ульянском институте гражданской авиации. Мероприятия, связанные с продвижением науки, пройдут и на предприятиях Ульяновской и Димитровграда, а в районах области состоятся научные конференции, мастер-классы, интеллектуальные игры, тематические выставки, вплоть до спортивных мероприятий, направленных на популяризацию науки. Предполагается, что во всем этом примет участие около 20 тысяч человек. Илла Шахова, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. Лучших поэтов из различных уголков мира сегодня наградили в Ульяновске. Ценители русской классической поэзии и хранители профессиональных традиций получили премию Николая Благова. Проводится она уже 8 лет, а 3 года назад получила статус международный. Кто удивил жюри в этом году, знает Екатерина Лазарева. Раз в год русские поэты со всех уголков мира приезжают в Ульяновск. Повод профессиональный. Уже 8 лет подряд лучших из них поощряют премии Николая Благова. В этом году общий призовой фонд составил 400 тысяч рублей. Но дело даже не в наградах. Поездка в Ульяновск – это возможность отдать дань уважения одному из самых ярких поволжских поэтов. Премией за продолжение профессиональных традиций Благова сегодня награжден житель Перми Анатолий Гребнев. Номинация получила название «Волжская пристань». У вас земля легендарная в смысле литературных традиций и умеет и любить, и ценить художественное слово. И я, конечно, рад, счастлив. Еще одним лауреатом стала уроженка Пенза Екатерина Огарева. Премию девушка получила в номинации «Верность традиции». На суд жюри она отправила свой дебютный сборник стихов «Стишки и стежки». Его особенность в том, что Екатерине удалось совместить современный русский язык с эрзианской речью. Для девушки премия также символична. Именно с Благова она во многом брала пример. Конечно, для большинства волжских авторов Николая Благов – это большая величина, это могучий поэт. И, конечно, каждый, кто пишет в этом регионе, он испытывает на себе его влияние, чувствует даже, может быть, какую-то его поэтическую поддержку, вдохновляется его творчеством. Интерес к книгам есть, и его нужно поощрять. Скоро даже в ульяновском транспорте можно будет увидеть книжные полки. На них особое внимание ульяновской литературе. К 75-летию Победы практически в каждом районе области подготовят свой сборник о героях войны. И, разумеется, эти книги должны быть доступны везде. Сейчас в регионе модернизируют библиотечную сеть. В муниципалитетах появляются цифровые учреждения образования и культуры. Это по-настоящему современный многофункциональный культурный центр. Всего к 2024 году мы такие культурные центры создадим на базе 100 библиотек. В этой связи, обращаясь к присутствующим здесь руководительством муниципалитетов образования, хочу еще раз обратить внимание, что библиотеки должны стать объектом вашего пристального внимания, если хотите, личного попечения. Время идет, и молодые люди бумажным книгам все больше предпочитают электронные. А значит, и в каждой библиотеке должен быть бесплатный и быстрый интернет. Это позволит стимулировать творческое общение, уверен губернатор. Поэтому и среди писателей будут появляться новые яркие имена. Екатерина Лазарева, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. В России стартовал комбинированный марш-бросок воздушно-десантных войск, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В числе еще семи городов Ульяновск представляет 31-я бригада ВДВ. Около 300 военнослужащих одновременно вышли на старт в Новороссийске, Пскове, Костроме, Туле, Смоленске, Белгороде, Кубинке и Казани. Ульяновские десантники марш-бросок начали с митинга в Парке Победы. За неполные три недели десантникам предстоит преодолеть маршрут протяженностью в 2000 километров по 12 городам России. Во время остановок военные проведут встречи с молодежью, покажут мастер-классы и встретятся с ветеранами. Пунктом сбора через две недели объявлен Нара Фоминска, а финиш намечен уже в столице на Поклонной горе. Не лучшая игра. Хоккеисты Ульяновской Волги в очередном матче чемпионата страны принимали на льду Волго-спорт-арена одного из лидеров нынешнего сезона – Архангельский Водник. По количеству созданных моментов молодая ульяновская команда северянам почти не уступила, а вот по счету картина совсем иная. Окончательный результат неутешителен 11-3 в пользу Водника. Наибольший вклад в победу внес лидер команды из Архангельска Евгений Дергаев. На счету футиста сборной России пять голов и две точные передачи. Игрокам Волги остается одно – извлекать опыт из урока, который преподал более мастеровитый соперник. Следующие два матча, которые намечены на 4 и 7 число, Волга проведет на выезде в Иркутске и Хабаровске, а 10 февраля в очередном домашнем матче ульяновцы сыграют с соперниками из Мурманска. Наш выпуск на этом завершен. Вести Ульяновск продолжает следить за событиями в регионе. Оставайтесь с нами. В ближайшие сутки атмосферное давление будет расти. Температура воздуха ночью и днем по области от минус двух до плюс двух градусов. В Ульяновске ночью от нуля до двух градусов мороза. В Ульяновске днем от нуля до двух градусов тепла. На дорогах местами гололедица. Редактор субтитров А.Семкин